Итак, поговорим о SPL UpMeasuring Center в версии 2.3. Сейчас мы рассмотрим лиги и конструктор лиг. Как вы видите, уже в программу встроено три лиги. Лига является набором классов на основе режимов измерительных с определенными параметрами. Лиги можно создавать собственные, удалять, проводить с ними различные действия. Для этого надо нажать правую кнопку мышки на лиге, соответственно, можем ее удалить или отредактировать. Встроенные лиги запаролены, чтобы в них не вносились изменения и не вносилась путаница. Поэтому здесь мы их отредактировать не можем. Мы сейчас попробуем провести измерения, допустим, на основе лиги BassRide. Это аналогичная лига BassRace. Вот, значит, здесь классы тоже существуют. То есть мы видим, в общем-то, стандартный экран замера. Лишь с тем различием, что у нас есть возможность выбора классов. Вот, значит, ну, соответственно, можем выбрать, допустим, класс от 130 до 139,9 дБ и сразу увидеть его настройки. То есть мы видим, что здесь граничная частота 120 Гц, период замера 1, минимальная амплитуда 0 дБ, максимальная 139,99. Время замера 30 секунд. Выбрали, нажали Play, пошел предварительно отчет 5 секунд. Как только программа начала замерять, она пишет Go, и все, и мы начали замеряться. Вот сейчас, в общем-то, моя речь видна. Соответственно, мы также можем использовать все стандартные контролы, которые у нас есть и в режимах измерения. То есть мы можем также менять, соответственно, опцию отображения и спектра, и, соответственно, осциллографа и табло. Вот, значит, ну вот сейчас все, замер завершен. Загорелось стоп, то есть участник знает, что теперь ему нужно остановиться. Вот, соответственно, также мы можем выбирать 1- или 2-канальный режим замера. Вот, ну, вот это вот, в общем-то, по поводу использования самих лиг. То есть лига — это набор классов, а каждый класс — это, скажем так, сконфигурированный режим измерения. Попробуем создать свою лигу. Значит, для этого нам нужно нажать на кнопочку «плюс». Вот у нас появился лигвизард. Введем название лиги. Введем ее «тест». Пароль вводить не будем. Дальше мы можем выбрать лого для лиги. Ну, в общем-то, любую картинку, которую нам нравится. Соответственно, можем ее масштабировать. Выбирать опции «сглаживание», так, чтобы она выглядела, в общем-то, как нам нравится. Вот. Дальше мы вводим главного судью лиги. Пускай это будет «спейлаб». И контакты. Соответственно, контактные данные. Ну, допустим, «спейлаб.орг». Следующая вкладка «класс «креатор». В этой вкладке мы можем создавать классы. Создадим первый класс, назовем его «спейлкласс». Выберем режим, на основе которого мы будем создавать этот класс. Ну, раз мы его назвали «спейл», пускай будет «спейл». Дальше выбираем время замера в данном классе. Приборы, допустимые для использования. Точность измерения один или два знака после запятой. Опция «пик-холд» включена, выключена. Или пользователь сам ее может выбрать во время замера. Но обычно, в общем-то, «пик-холд» включен. Граничную частоту. Собственно, выше которой пики программы фиксировать не будет. Потом, если мы установим галочку «пик-детекшн», то в таком случае у нас превышение, если пик выйдет за вот эту установленную частоту, то программа выдаст красную тряпку на экран табло, соответственно, результат будет не засчитан. И, соответственно, галочка «возможно ли использовать два канала». Итак, добавим данный класс. Сделаем следующий класс, допустим, на основе режима AVG. Назовем его AVG-класс. Также выбираем AVG, настраиваем, время замера, допустимые приборы к работе, точность, верхнюю частоту, будет ли программа реагировать, собственно говоря, красной тряпкой на превышение, возможность использования двух каналов, минимальная амплитуда, максимально допустимая амплитуда и период, соответственно, поставим его двойкой. Все, добавляем. Дальше создадим SQL-класс на основе режима SQL. Выберем время замера, пускай будет 10 секунд. Минимальная амплитуда, ниже которой все значения будут равняться именно ей. И, соответственно, здесь мы можем сконфигурировать так же, как и в режиме диапазоны. То есть мы можем удалить, добавить свои, допустим, удаляем большое количество диапазона, добавляем какой-то свой диапазон, от 100 до 200 Гц, и при необходимости вводим компенсацию. Все, добавили режим SQL. Ну и последний, давайте введем RTA-класс на основе режима RTA. То же самое, вводим время замера, допустимые приборы, точность измерения, пик-холд, и, соответственно, финальный результат. Будут это гармонические искажения, очки или просто пиковая амплитуда. Добавляем. Вот у нас 4 класса. Каждый из классов, при необходимости, мы можем отредактировать. Для этого нажимаем кнопочку Edit, и все настройки класса у нас переходят на этот экран. После какого-то редактирования мы нажимаем Update, после этого этот класс у нас изменен. Вот, мы создали 4 класса, теперь мы их сохраняем. После этого мы видим, что у нас появилась лига, новая. Нажимаем на нее. Вот, соответственно, она открылась, вот название теста. Здесь все наши классы, то есть мы можем любой из классов открыть, и сразу видим, соответственно, к нему настройки. Так как у нас в данный момент указан рабочий прибор USB Bass Meter, а в классе SQL Class он не допущен для измерения. Программа нам предлагает поменять прибор. Давайте это сделаем. Вот мы его поменяли, все нормально, мы можем замеряться. Итак, сейчас произойдет замер PalcoRhythmSQL с нашими настройками и диапазонами. Ну вот, собственно говоря, мы видим, как замер идет. Если мы остановим его предварительно, то у нас, соответственно, вылезет вот такое окошко о том, что замер был остановлен до истечения времени. В общем, здесь очень большое, скажем так, поле для экспериментов, и многие организаторы и участники смогут, в общем-то, сами что-то придумать, сделать свои классы, свои лиги и проводить по ним соревнования. Для того, чтобы отредактировать лигу, достаточно нажать правую кнопку мышки и нажать Edit. Для того, чтобы удалить лигу, правую кнопку мышки Delete. Спасибо за внимание.